Всем привет! Меня зовут Вячеслав. В данном видео покажу, как делать оздоровительный массаж спины. Исходное положение клиента руки вдоль. Начинается массаж с нанесения масла. Берем небольшое количество масла себе на руки, разносим по рукам и наносим на массируемую зону. Я разношу вот таким вот образом. Можно вдоль, просто подглаживаем. И выполняем подглаживание. Можно заглаживать к паховым, можно к подмышечным лепхом. Кому как нравится. Делаем такие вот заглаживающие движения. Лопатки. Лопаточная область. И вниз к спине. Заглаживаем несколько раз. Затем прорабатываем. Начинаем от верхней зоны. Доходим до крестцового отдела. Здесь расходимся. Прорабатываем нижний отдел. Поясничная область. Проходим здесь по подвздошной кости. По месту крепления всех мышц. И снова проглаживаем. Теперь можно выполнить продавливание. Просто проходимся в верхней части спины. И идем вдоль паравертебральной зоны. Прорабатываем зубчатую мышцу. Ромбовидную. Здесь можно пройтись в верхней области по ягодичной. Таким образом делаем небольшую ротацию. И прорабатываем ягодичные мышцы в верхней области. В цель для того, чтобы расслабить поясницу. Снова проглаживаем. Уже можно с каждым последующим надавливанием. С каждым последующим движением. Будем усилять нагрузку. Можно делать уже проглаживание более глубокое. Снова проходимся такими вот проходами. Подушечками больших пальцев. Прошлись, проглазили. И еще раз поясницу. Приходим на боковую сейчас поясницу. Вот таким вот образом. Делаю, будто срезание большим пальцем. Проработал. С тем можно пройтись вот так вот. Делаю надавливание подушечками четырьмя... Четырех пальцев. Прохожусь по верхней ягодичной области. Вдоль гребня подвздошной кости. Вместе прикрепления мышц. Здесь, в нижней области, хорошо можно протянуть. Проработать квадратную мышцу. Нижнюю зубчатую. Вот таким вот образом. Вот так квадратная прорабатывается. То же самое делаем по левой части спины. Нижнего отдела. Делаю сперва срезание большим пальцем. А затем подушечками четырех пальцев также продавливаю нижнюю зубчатую мышцу. Квадратную. И захожу на ягодичный. На верхнюю область. Прорабатываю. Здесь есть зажатость. Немножко можно больше доработать. Хорошенько надавливаем. И делаем такую протяжку. Мышцы прорабатываются. Улучшается кровоснабжение. Протяжка хорошо расслабляет мышцы. И также вдоль гребня в воздушной кости. В месте прикрепления всех мышц. Снова проглаживаю. И боковой отдел. Хорошенько растереть. Проглаживание подмышкам. То же самое подушечками четырех пальцев. Делаю продавливание. Вот так вот по ходу реберный дух. Прошелся. Можно вот таким вот образом. Снова заглаживаю. И вторую часть. То же самое. И вдоль реберный вдох. Подушечками четырех пальцев. Делаю продавление. Мышцы прорабатываются бронезон. И снова разминание. Делаем спираль. Заворачиваю ее подмышечную область. Вот таким вот образом. Снова проглаживаю. Нужно поменять положение. Продавливаем. От нижнего отдела. И до плеча. Так вот более глубоко. Прорабатываем все. Про вертебральную зону. Нижнего отдела до верхнего. Теперь для чего отдел. Таким образом важно ребро в зоне растереть. Проглазили. Теперь надо туда в кушетку. Хорошо. Прорабатываем ременные мышцы. Здесь у нас место прикрепления ременных мышц головой и шеи. Мы по боковой части проходим. Здесь также нужно проработать до центральной области затылка. И проходясь такими вот манипуляциями. Необходимо доходить до центра спины. Так и снова. Можно еще вот такими вот движениями проработать. До центральной области гудного отдела. Тоже самое можно обратно сделать. Теперь вот такими вот методом прибора. Тут работает только два-три пальца по сути. Когда мы прорабатываем шею. Здесь уже 4 к большому. Большой к 4. 4 к большому. Большой к 4. 4 к большому. Большой к 4. Доходим до ключевого отдела. Здесь можно проработать надвластный край вот таким вот связанием. Прогладили. Можно так, можно так. Еще раз разогрели. И вторую часть. Полевой стороне теперь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...